Дискуссия в интернете послужила стартом для проекта благоустройства Нагорного парка. Об этом в прямом эфире Радио Лема рассказал инициатор идеи предприниматель Дмитрий Алексеев. Пока проекты благоустройства бывшей рабочей слободы, сопки в районе улиц Шилкинской и Тунгусской, существуют только на бумаге. Но организаторы проекта уверены, день, когда идея воплотится в жизнь, совсем недалеко. Захотелось перейти от какого-то абстрактного обсуждения, что хорошо было бы, а вот почему же до сих пор никто это не делает. Ну, показалось, почему нужно ждать, пока это кто-то сделает. Вот, собственно, горожане это же мы, да? Горожане-то мы. Надо взять и сделать. Нагорный парк – огромный заброшенный лесной массив почти в центре Владивостока. В середине 20-го века здесь был популярный городской парк. В 90-х ухаживать за территорией перестали. Но и по сей день здесь собираются пожарить шашлыки летом и покататься на санках зимой. А вот сейчас у города есть своя муниципальная структура, которая бы занималась озеленением? Или все-таки сейчас город объявляет конкурс, проводит тендер и выбирает фирму со стороны, которая высаживает деревья, кусты и цветы? Ну, вообще у нас профильное, скажем так, в администрации города, это управление дорог и благоустройство, есть содержание городских территорий, муниципальные учреждения. Да, то есть, в принципе, этими функциями… Они занимаются, да? Да. Поучаствовать в конкурсе на лучший проект Нагорного парка были желающие не только из Владивостока, но и из Хабаровска, Омска и даже Москвы. Всего поступило семь предложений. Проголосовать за одну из концепций могут и жители Владивостока. Их мнение будет учитываться в первую очередь. При этом до финала дошли только хабаровчане наряду с нашими Владивостокскими группами. То есть наши посильнее были? Тут вопрос не силы здесь, вопрос, наверное, последовательности и понимания того, что место важно знать для того, чтобы его проектировать и для того, чтобы оно настоящей жизнью стало жить после проектирования. Кроме того, администрация Владивостока предлагает жителям города 18 марта в день выборов президента отдать свой голос в том числе и за те территории, которые, по мнению горожан, необходимо благоустраивать в первую очередь. Сделать это можно будет в одной из 55 школ. Их список опубликован на сайте администрации Владивостока. Светлана Садовая. Новости на восьмом.